ну и опять же допустим кот которого кормит вискосом он уже не может его жрать потому что он сухой там вода ну и он не может сказать хозяин потому что они долго не понимать я мяукаю бы уже два раза он не понимает очень просто дебил короче в какой-то момент там поставили на шкаф тарелку с какой-нибудь вкусной рыбы и там какой херней он почувствовал западного клёво то есть здесь просто пара проводить параллель с женщинами он туда полез оттуда короче отбился задницу больно то есть вам отказали да там сказали чувак там отстань от меня оба думу блин запах такой прикольный сейчас еще весна сейчас девушки все оденутся там в какие-то короткие юбки будут выглядеть очень привлекательно я бы ей там и так далее потом кот туда все-таки до лес бы сожрал рыбину понял что вот это вкус просто я такого никогда не ел от настолько вкусно вообще нереально я больше не хочу вискос потом хозяин спалил его короче отпорол его тапком но подумал я хочу еще потому что сему то говно уже есть не захочется потому что здесь было так вкусно и я к чему что есть какая-то мотивация делать потому что вы знаете вкус этой вкусняшки вы понимаете что на пути будут какие-то препятствия там виде тапка да надо закрыть до хозяина или чего-то еще или можно упасть но сам факт что вы знаете вкус вот этой штуки что делать если вы девочки допустим не дает сразу рядом с собой садится если садимся друг напротив друга что нужно сделать потом то есть как это процессе разговоров не переходить я бы сразу с обозначал что ты знаешь как бы я тебя пригласил пообщаться и и как бы я общаюсь так то есть она где так никто не делать когда был мы в моем кругу общения все общаются так она скорее всего скажешь что я хочу смотреть в глаза сказать мыば им сидеть и смотреть глаза просто мне неудобно и через стол я так общаться не люблю то есть позиционировал что тебе так удобно ты так привык То есть, не переживая, ничего такого там не будет Сядем просто рядом Ну, как-то обрабатывай Бывает, там, редкие случаи, когда это не обрабатывается Встает колом Но здесь не в этом, как бы, ты проебался Вернее, свидание не получилось Не обязательно по твоей причине Не из-за того, что ты не сел рядом Естественно, ну, как, если такая ситуация произойдет То как, где бы ты здесь Ну, я бы старался сразу это делать Потом в процессе, ну, устанавливаешь Какой-то рапорт Не люблю это слово, вызываешь доверие Вызываешь какие-то эмоции, еще что-то То есть, если там все идет, такой, ну, как бы Эскалация эмоций и заинтересованности С ее стороны, тогда проще это сделать Если вы сидите и ничего не происходит Ну, зачем мне тебя впускать То есть, наращиваешь эмоции, заинтересовываешь Вызываешь доверие, приколы всякие Там, весело, грустно и так далее Раскачка, ну, ты говоришь, слушай Я тут хотел тебе, там, не знаю Посмотреть на твою ладонь, на линии Просто так неудобно у меня вниз головой Получается, ну, что-нибудь придумал Мне нужно, да, да, да Там, вот, линия уборки домашней Смотрю, она в мою квартиру ведет У меня там давно не убирались Погнали, поможешь мне Труп участкового вынесем вместе Один не донесу Ну, то есть, начинаешь стебаться Причину можно найти Но, как бы, здесь, если у тебя что-то в голове Есть какая-то мысль, что именно поэтому все не срослось Ну, скорее всего, нет Бывает действительно, что, ну, не всегда нужно видеть себя Причем, вот, даже если ты один месяц вот так вот заморочишься Просто будешь набирать массовый телефон И заинтересовывать, вызванивать, приглашать Уже даже этот месяц с этими 10-12 разными девушками Даст тебе какой-то опыт Ты будешь понимать, что вот это работает Вот это не работает Над этим надо постараться что-то сделать Ты будешь понимать, что тебе вообще в женщинах нравится Почему? Ну, вот этот стереотип, что потом не смогу жениться Потом у меня, потому что, там, я ко всем буду относиться как к мясу Ну, это, не знаю, кем надо быть, чтобы такое было Зато, как бы, чем больше у тебя разных женщин Тем больше ты начинаешь понимать, что ты конкретно Что ты именно хочешь получить вообще вот от своей женщины Что в ней должно быть У тебя формируется какое-то представление И когда ты, ну, более-менее четко знаешь конкретно, что ты хочешь Ему проще прийти в твою жизнь Я хочу машину Вселенная Окей, блядь, какую ты хочешь машину Машину, блядь Ну, скорее всего, ты на нее будешь намного дольше зарабатывать И если же ты, вон, там, в Вольво стоит Этот, C30 спорткупе Говно, конечно, редкостное Ну, допустим, я вот его вижу Говорю, блядь, вот я хочу C30 спорткупе Пошел, во-первых, ты четко сформулировал, что ты хочешь Ты знаешь, почему она тебе нравится Потому что она то, потому что она это Пошел, сходил в автосалон Прокатился на ней Раз в неделю заезжаешь туда Просто посидеть в ней, там, что-нибудь, не знаю Поздрачнуть, то есть, ну, посмотреть на нее Как она без меня И тогда ты быстрее к ней придешь Тут то же самое Я бы хотел девушку Окей, какую Какую тебе надо Ну, хорошую, блядь А какая хорошая То есть, вот она, может быть Вот с которой ты вчера сидел, хорошая Но с ней не о чем поговорить, да, там Или она в постели никакая А это тоже немаловажно Ну, во всяком случае, на первых порах С другой стороны, другая будет в постели Прикольная, но не хорошая И ты будешь думать, а что для меня важнее Ну, ты уже будешь понимать И ты будешь понимать, что мне важно, чтобы и то, и то было В какой-то момент ты встречаешь девушку, которая и то, и то хорошо Ты думаешь, блядь, прикольно Но она вообще готовит просто такую отраву Вместо еды, ее жрать невозможно Потом ты встречал девушку некрасивую Там не очень интересную Плохо трахающуюся, но она хорошо готовит Ты подумал, блядь Ну, ты хотя бы начинаешь понимать, что для тебя важно У тебя формируется то, образ, и ты быстрее к нему идешь У многих есть такой прикол, что им нужен разъеб, то есть, в принципе, по жизни Он на работе не работает, его директор разъебал, его на какое-то время вставил Он начал работать, стараться, опять сдулся, давно не опиздевлялся, как говорится Плановые пиздячки, короче, на ковре у директора, раз, опять Но это утопическая какая-то модель То есть, если тебе все время надо, чтобы тебя разъебали, то есть, тебе нужна мотивация внешняя какая-то Надо с этим работать То есть, я тебя сейчас разъебу, причем непонятно за что У тебя все нормально вроде, ты говоришь, я на свиданку ходил Ребята, это очень индивидуальный и тонкий инструмент, да, смотрите, еще раз Вам дали какой-то инструмент, вы его проверили, блядь, вроде работает Иногда даже неплохо работает, иногда нет, но в целом это блядь лучше, чем было дать Для этого Применять его или нет, это личный выбор каждого Знаешь, ну как бы, твое тело должно родить собственное желание Или собственный мотив, собственную причину, собственный резон, для чего тебе надо это делать То есть, как бы, ты должен от этого кайфануть Здесь вначале будет некомфортно, но в какой-то момент будут вылазить какие-то бонусы Такие приятные ништяки, вот тебе надо их словить и за них зацепиться Но от того, что я сейчас скажу, блядь, а-та-та, ты плохой чувак, иди подходи Ну, ну что, ну ты сегодня поподходишь Завтра придешь домой и скажешь, ну, все, блядь, где шамшурин? Нету Никто не разъебывает Попроси друга, когда приезжаешь домой, чтобы он тебя разъебал Друг скажет, что делать нечего, что тебя разъебал Зачем тебе эти телки? Вон, пойдем, лучше пиво попьем с ним Тебе надо думать над тем, как себя заинтересовать вообще вот в этом процессе Он должен, смотри, за это время были какие-то приятные моменты А дневник никто не вел, да, никто не записывал туда То есть, это же вот очень важный момент, когда ты себе говоришь, блин, было же прикольно Хочу еще вот те ощущения, то есть, они классные Ну, или задай более конкретный вопрос Ну, потому что ты говоришь, разъеби меня Зачем тебе разъебать, что двойка получилась? То есть, ну, у меня нет причин тебя ругать Если мы сейчас были в поле, и ты бы сказал, я не пойду Давай, вон, кто? Я бы тебя, наверное, в моменте разъебал Но, не знаю, ищи чувака У нас есть там в поле кто-то в Белоруссии? Нет, я так спрошу, у меня есть Есть, нормально Сконнектись с ними, то есть, как бы, смотрите, есть С одной стороны, положительная сторона в том, что вы можете с кем-то скооперируется Вдвоем, втроем встречаться и начать С другой стороны, отрицательное, что вы на эту компашку можете подсесть И вы потом, когда будете Ты вот вчера с пацанами сходил, да, там, вроде как-то и телефоны брал, и что-то еще А один не мог Ты не идешь на свиданки с этими девушками Потому что на свиданке ты один И тебе некомфортно Мне прикольнее брать телефон Ну, тогда смысл какой в этих телефонах он пропадает Либо ты потом завтра едешь на работу Блин, вот это девушка, короче Но у меня не хватает вот этих парней, короче И то есть, здесь есть и плюс Ну, попробуйте вначале с кем-то скооперироваться Но, если вы только начинаете ощущать, что я на эту херню подписаю Значит, надо срочно завязывать Знаешь, типа, я курю, когда бухаю Я действительно курю, когда бухаю Но могу не курить Чаще курю Там, взял, купил пачку сигарет Купил, там, как, не знаю, какой-нибудь коктейль в клубе Прихожу, сигарету курю То есть, я завтра утром просыпаюсь Мне на эту сигарету похуй Я там еще покашлял, понял, что фу, какая гадость И вообще забыл, что у меня эта пачка валяется на балконе У меня в свое время на балконе там вот этот табачный магазин такой Приходишь с клуба, вышвыриваешь Ну, там, допустим, 4-5 сик выкурил Остальное выкидываешь на балкон Блять, продавать можно по-штучному бабушку Но если я только пойму, что, допустим, какая-то херня И мне с утра захотелось опять Я начинаю вот в это идти и думать Блять, что-то не то, короче У меня были такие моменты Обычно это происходит у россиян, например, на Новый год Когда праздники бесконечны Многие люди реально уходят в запой То есть, ну, бухнул там с 31 на 1 Блять, а что делать еще 11 дней Первое, естественно, надо еще бухнуть с другими Там много компаний, друзей А в какой-то момент ты понимаешь, что я уже остановиться не могу Блять, капельницу надо ставить, чтобы не бухать Это очень так может поддеть И надо здесь Блять, ребят, ищите себе каждую свою мотивацию То есть, что вас будет толкать Это же прикольно Как только вы соблазните какую-нибудь красивую, прикольную девушку Которая вам нравится более-менее И обломаетесь с какой-то еще более прикольной Вот этот облом, он должен вас не огорчить, по идее Ну, то есть, он вас в любом случае огорчит Он должен, вот, блять, что-то с вами сделать Чтобы вы начали шевелиться Ну, я не знаю, как сказать Ну, то есть, вы какая-то компания крыс Таких абстрактных То есть, и ты приходишь, и тебя, короче Все крысы разобрали себе куски вот этого Там, что они нашли, а тебе не дали Сказали, пошел ты нахуй То есть, с одной стороны, ну, по логике, ты должен впасть в депрессию и так далее Но инстинкт выживания и желание есть то же самое, что едят все Заставить тебя пойти в тренажерку Как это, в черепашек низе, как звали этого хуя? Да, к этому чуваку Он тебя научит драться Придешь и скажешь, так, идите все нахрен То есть, ты будешь развиваться И все равно свою кусок ухватишь Может, еще и заберешь потом все куски То есть, я говорю про вот этих каких-то сильных мира сего Которые доразвивались до такого состояния Что у них целая империя И они у людей забирают все, что хотят Как бы Вот это правильное восприятие То есть, меня облом заставил задуматься, что не так И начать в этом направлении развиваться А ты говоришь, вот меня обломали Ну, не ты говоришь, кто ты Говорит, меня обломали Значит, не мое То есть, вот, блядь, ну, это ужасно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому